Если путь, осязаем. Ника Горн. Читает автор. Кто не любит одиночество, не любит и свободы. Артур Жопенгауэр. Глава первая. Порывы. Переполненный трогательными и шутливыми нотами счастливой дюбюси, посвящая своей трехлетней баловнице журчащую сюиту, и не мог вообразить, что столетие спустя его порыв станет настоящим убежищем для одиночества тревожного возраста, не знавшей отеческой отрады. Вибрация смартфона, призывающая немедленно озвучить входящее сообщение, вторглась в чудотворный процесс материализации текста и рванула внимание диктующего голоса на экран. «Как же я вас обожаю!» «Нет слов!» Прочитал достигший в свободном падении плотных слоев фантазии голос сущую банальность, которую он, впрочем, ждал уже третьи сутки. Затем, бегло примерив на себя остроту возможных реакций, выдержав паузу в десять вдохов, голос выбрал наиболее едкую по составу реплику и, не без усилия, сдерживая подкатившую волну ярости, выдал ее в чат. «Гой еси!» «Не ждали!» Язвительно продиктовал голос, а его подопечная послушно набрала текст подрагивающими пальцами и направила его в сторону запретной зоны. «Извините, забыл, что порывы нужно согласовывать. Простите, пожалуйста», — поясничала в ответ запретка. «Порывы? У вас там давление скачет?» Голос был явно не готов к провокации и импровизировал, не выходя из потока видений. Он продолжал блуждать по мелодичному лабиринту Сиита Дебюси, припоминая высказывания какого-то окологениального композитора о том, что более всего он ценит в своем математически выверенном ремесле не гармонию ритма и тона, а ничто иное, как паузы. Ведь музыка, лишенная пауз, утомительно и навязчиво. «Откуда я это знаю?» — спросил голос сам себя. Он любил не просто знать, но помнить, на какой полке хранится знание, когда и откуда оно там появилось. В комнате царило закатное вдохновение и ароматное звучание дуэта органической розы с марокканским нероли. Парижское солнце клонилось к горизонту за неплотно закрытыми, чуть потертыми бархатными гардинами цвета пыльной травы. Оно изящно расположилось на балкончике с изогнутым будто в танце ограждением, заботливо согревая нарядную копну клематиса, обрамляющую эллипсовидные перила. С улицы доносился шум открытого кафе и редкое эхо проезжающих по узкой полосе авто. «Ах да!» — Летти Кауман. 43-й ярус, 8-й ряд, справа, зима 2013-го. Не отводя взгляд от полоски света на стене, вспомнил, наконец, занудливый диктор и тут же повелел отыскать в сети тот самый отрывок из ненаписанной, но рожденной книги «Потоки в степи». Пальцы метнулись по клавишам и спустя несколько секунд предъявили нужный пассаж. Паузы — это не музыка, но без пауз не бывает музыки. Бывает, что песнь нашей жизни прерывается паузой, и мы, не понимая, что произошло, считаем, что песнь нашей жизни окончена. Что делает музыкант во время паузы? Он продолжает отбивать ритм, считая время, чтобы взять следующую ноту правильно, вовремя, не нарушая мелодию. Не успел диктор насладиться содержанием прочитанного, как философский ажур был вновь нарушен бесцеремонными позывными с фражеской стороны. Нет вроде — порыв, мужской рот, сильное мгновенное проявление какого-нибудь чувства, душевный подъем, сопровождающийся стремлением что-то сделать. Последовало сухо скопированное из электронного словаря поучение. Вечер, будь он неладен, переставал быть. Словарный копипейст выдернул автора из контекста и вернул на шестой этаж здания образца начала XVIII века в одинокий, пусть роскошный, гостиничный номер. Амазонка вышла на балкон, потянулась, понежилась в теплоте косых лучей, опустилась в плетеное кресло и приготовилась к атаке. Для начала она извлекла из памяти стопку аргументов из ранее сохраненного на подобный случай файла и одобрительно подмигнула своему же отражению в режиме портретной съемки вместо команды «Огонь на поражение». «Порывы? И что у вас там, даже стремление нашептывается?» «Чур меня!» «Показалось!» Прицеливалась атакующая, настраиваясь на лобовую. «Что именно показалось?» Повинуясь принять все, что ему уготовлено на этот раз, уточнил обреченный. «Нет у вас ни порывов, ни стремлений!» Метко щелкнул голос и сходу попал в чуть дрогнувшую цель. «Пф!» Я почувствовал обожание и необходимость сообщить об этом, что немедленно сделал. «Одни фантомы в вашей голове!» Закрепив цель на мушке, диктующий голос с отточенной годами тактикой наносил один за другим удары ловко раскрученным над собой свистящим кнутом обиды. «Как скажете», предвкушая не менее хлесткое продолжение, противник мысленно поправил выбившийся локон ее молочно-шоколадных волос за правое ушко, умиляясь ее нынешней горячности. Они проходили эту стадию неприличное количество раз, и каждый из участников поединка безупречно знал свою роль, поэтому все шло как по маслу. «А ваш порыв связан исключительно с чувством вины за то, что вы не выполняете обещаний, за то, что вы забываете про обещания, за то, что вы знаете, что я вам этого не прощу. Нет, даже не рядом, а чувство вины, даже если бы оно попыталось пробиться наружу, вы уничтожаете с завидным постоянством своими выходками». «Какими такими выходками? Что за голословность? Обожаете? Так будьте лебезны мне хоть и издали дать почувствовать это ваше обожание, а то его как ветром сдуло на второй же реплике. Да та же Серафима». «Серафима? Это не выходка. Это моя ответственность и мое право. Никакой цели, кроме как поднятия настроения и узнать про ваше детство, я не преследую. В вашу семейную трагедию я не лезу и никак не стараясь на нее влиять. Более того, прошу меня не посвящать в подробности вашего нынешнего бытования. Я всего-то имею наглость делать заметки о ваших былых семейных трагедиях. Если бы вы мне хоть раз пояснили причины вашего гнева, я бы имела основания для корректировки цели. Почему вы называете мою добрую волю выходкой, мне неясно и крайне оскорбительно. Ваша маман ничего не знает о том, что ее безупречный сыночка плотно подсел на мой контент и от меня никогда не узнает, если вас это беспокоит. Обмануть и запутать меня у нее не получится. Слишком коротка ее память и временные дыры в ней слишком очевидны. И потом обмануть можно только в случае, если бы я намеревалась ее использовать в неком хитроумном плане. Но у меня его нет. Даже если предположить, что она постоянно притворяется и пользуется моим доброволием, мне ни капли от этого не обидно. Мне от этого никак. Мне приятно быть в вашем пространстве. Приятно трогать ваши книги, смотреть в зеркало, которое видело вас двадцати лет от роду. Голос закрыл глаза и легко перенесся из уютного кресла двадцатых годов двадцать первого века на жестковатый диван в панельном доме восьмидесятых годов двадцатого века в свою двадцать первую весну и продолжим. Я считываю вас там с каждой вещью. Я вижу вашу тень при каждом медленном повороте головы. Голос органично пребывал в двух измерениях одновременно. Он виртуозно пробирался сквозь плотные слои памяти, извлекая запахи.